Нальчик, Калейдоскоп В сегодняшнем выпуске вы увидите. В рубрике «Дела давно минувших дней» вы встретитесь с доктором исторических наук профессором Мадиной Тикуеви. А завершит эфир фильм ученый-политик-организатор Петр Иванов. Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите Калейдоскоп. Калейдоскоп Дела давно минувших дней – предание старины глубокой. Под этой рубрикой мы встречаемся с учеными-историками, которые рассказывают нам о прошлом, о каких-то исторических интересных событиях. И мне сегодня очень приятно представить ученого-историка, доктора исторических наук, профессора Кабардино-Балкарского государственного университета Мадину Анатольевну Тикуеву. Мадина, я очень рад, что вы откликнулись на нашу просьбу поучаствовать в нашей программе. Дело в том, что завтра День памяти адыгов уже отмечает приличное количество времени. И я бы хотел, чтобы об этой дате вы рассказали. Спасибо за приглашение вам. И дата очень действительно грустная и трагическая. Не просто грустная, а трагическая, драматическая, полная событий, связанных с такими переживаниями личными и общенародного характера. Отмечать эту дату приходится потому, чтобы люди помнили о героической борьбе за независимость, помнили о исходе этого длинного события Кавказской войны. И встречаясь 21 мая каждый год, мы чтим память тех, кто погиб в этой борьбе за независимость. Молодежи передать исторические знания. Я бы хотела сказать о том, что постоянная вот такая вот трагическая нота, она вносит депрессию в настроение и вообще в состояние этническое. Поэтому я считаю, что в конечном итоге видеть нужно перспективы позитивные. Видеть нужно то, что народ выжил, несмотря ни на что. Выжили даже те, кто оказался в изоляции от своей родины. Они сохранили память о своем прошлом, о своих корнях. Они помнят, как танцевали их предки и пытаются повторить это. Они помнят удивительные песни. Они дома ведут тот образ жизни, который их отличает от населения тех стран, частью которых они стали. И отличает их так, что вызывает уважение к ним окружающих. Поэтому, вот помня обо всем этом, нужно обязательно заканчивать этот день на какой-то, я не могу сказать радостной, нет, конечно, но позитивной ноте, которая придает уверенность в хорошем будущем, в каком-то обещающем будущем для нашей молодежи. Все-таки вот 21 мая – это день окончания Кавказской войны считать. Поэтому, собственно, вот на этой ноте, наверное, надо переходить к тому, что война закончилась. И нужно строить новую жизнь. Нельзя жить прежними несчастьями. Эта депрессивность, она приводит к негативному развитию, или, вернее, к регрессу приводит. Поэтому, вот, мирная жизнь должна привести нас к какому-то новому, должна дать нам новый стимул для нового витка развития народа. Я вообще сама занимаюсь больше вопросами женской истории. И поэтому мне хочется, чтобы вот сегодня, накануне этого дня, мы вспомнили тоже драматические ноты, драматические эпизоды, но эпизоды, связанные с женской историей в этой войне. Дело в том, что Кавказская война велась мужчинами и писалась потом тоже мужчинами от их лица и о них самих. Женский голос не слышен фактически в этом вот героическом описании. И он затерялся в глубине вот этих вот потрясений, этой драмы. Поэтому хочется понять, а где они были, эти женщины? Как они оказались вот на периферии нашего внимания? И когда я стала искать материал, первое, где он нашелся, это был не архив, а фольклор. Это песни. И оказалось, что огромное количество есть песен, ну, это песни плача в основном. Песни плача о погибших, о погибших сыновьях, о погибших мужьях, о погибших братьях. И вот в этих песнях плача оказалось, есть удивительный материал, который содержит не только какие-то переживания женщин, это понятно, да, раз плач, но содержит даже их имена. Эти реальные вот упоминания, они придают больше эффекта вот этой трагедии. Так, например, в одной песне поется «Мертвой среди трупов красуется красавица дочь Бабуковых». Или в завязке сюжета, который обозначает повод для самого сражения. «А Жагоевых в Ордеус красавицу донские казаки увозили». То есть вот они ее увозят, и вот в результате вот этого вот события происходит дальнейшая битва, которая описывается в песне. Или вот для иллюстрации трагического финала, когда все погибли, и говорится, кому мир этот тесен из-за горя, это «Умпальхан красавицы». Но вообще переворот в моем сознании совершила одна песня, которая называется «Разорение селения». Эта песня предположительно написана в тысячи... ну, не написана, а сочинена. Кто ее записывал-то? Это все устное творчество. Она сочинена в 1765 году, то есть в самом начале вот этой Кавказской войны. И она такая оказалась полная иллюстраций, которых у нас нет в других вот вариантах источников. Она полна такого количества информации, что трудно себе представить. Она состоит из 11 куплетов. Каждый куплет посвящен отдельной женщине. Речь идет о нападении русских войск на аул Карамурзиных. Это примерно где сейчас Карачаево-Черкесия. Эти куплеты, они очень многолюдны и очень трагичны. Вот нота трагизма в них настолько высока, что дух захватывает, мурашки по телу идут. И она содержит тоже реальные имена женщин. Я сейчас их перечислю, если можно. Это княгиня Ильмисхан и Хане Карамурзины, которые унижены были пленением. Это Гошфоре Шагенова, которая бросилась на русские штыки в отчаянном желании сохранить девственность, потому что она была помолвлена, обречена. И она хотела сохранить себя, даже если придется умереть, то остаться девушкой чистой для своего судженого. Русоволосая худенькая Ханио. О ней говорится так. Шелковые косы, которые поводят для проклятых насильников. Это мать двух маленьких девочек, красавица Гура, которая потеряла сознание, борясь за свою честь. И там вообще удивительный момент содержится, как она проклинает своего мужа, который не смог ее защитить. Помимо этого, это пожилая княгиня Шархуана, которая бесстрашно вступила в бой с врагами, потому что ей уже не жалко было своей жизни в защите жизни тех, кто молод, кто вообще заслуживает еще долгих лет. Помимо того, что эта песня и вообще другие песни содержат такие конкретные сведения о конкретных женщинах, которые называют имена этих женщин, они еще отличаются от мужских песен вот этими вот нюансами, эмоциями своими. Мужские песни более сдержанные и более абстрактные. Они говорят, вот тот такой-то совершил подвиг. Может быть, не всегда подчеркивая конкретные какие-то детали этого подвига, его какие-то качества. Эти качества абстрагированные обычно о мужчинах, когда говорят. Ну, как-то вот общие эпитеты такие принятые в основном народном творчестве употребляют. А здесь видны индивидуальные какие-то истории. И понятно становится, что вот все эти истории, завязанные на женщинах, они как бы указывают, что главная трагедия войны, это именно вот, она связана именно с ними. Потому что истории с ними объединяют такие понятия, как потери независимости, как оскорбление чести, как общенародное унижение, как общенародное несчастье. Вот именно за это, за то, чтобы не было такого с женщинами, с сестрами, с дочерьми и вступали в борьбу с захватчиками адыги. Вот такие вещи надо вспоминать тоже наряду с общим пафосом этого трагического события. Они еще вот эти песни говорят, и опять же, называя их конкретно, говорят о мужчинах, которые сражались храбро. Это, например, храбрый Жабагитаов, золотой наш Хаджин Артыжев, старший Шумахушагенов, меньшой Тутука Бараков. Особенно отличается доблесть Смаила Атлескирова, который смог защитить, отбить свою жену во время этого нападения. Несмотря на то, что обе его руки были прострелены, но он все равно, размахивая своей шашкой, он разбросал врагов и спас свою жену. Удивительная история. Есть в этих песнях такие антропологические детали, которые нам так важны, историкам важны, да и всем, кто хочет сохранить память. Становится понятно, в чем они были, эти девушки. На них были шелковые шаровары, которые рвались грубыми сапогами, грубым носком сапога врага. На них были шелковые бешметы, над которыми тоже надругались. Они говорят о том, что куаншиба – это такой корсет, который носили женщины до замужества. И снимать их нужно было жениху только в первую брачную ночь. И вот они говорят, что куаншибы на груди у нас рвут штыками. Снимать бы их юным горком урочной ночью брачной. Вот даже в таких деталях сразу восстанавливается как картина повседневной и мирной жизни. Мирной, которая была до этого. И с которой сравнивается тот ужас, который происходит во время этих описываемых событий. Вот эта гора, она меня особо потрясла. Та женщина, которая является матерью двух маленьких девочек. И она смогла на 250 лет заклеймить презрением своего мужа, который укрылся в горах во время этого нападения. Вот 250 лет прошло после этих событий, а мы все так же его презираем. Она говорит, кто был мне как крепость, то есть мужью, Укрылся в горах Андруга. Это младший Али Каншаов. Двух девочек малолеток от груди моей оторвали. Лучше б мужу моему сгинуть в тот день, как меня раздели. Когда жили мы еще вместе, щеголял он тесьмой серебряной. А когда нас брали геуры, в бою его не было видно. Вот такие источники, они, источники о мести адыгских женщин в Кавказской войне, они дают нам новые детали, открывают нам совершенно неожиданные стороны. И они не какой-то пафосный трагизм придают событию, а конкретный, индивидуальный трагизм каждой человеческой жизни, которая пострадала во время событий Кавказской войны. Все-таки героический эпос о женщинах Чуснардского эпоса, это идет Даханага, Сатаны, Адиюк. Лошин, Малечип. Много примеров героических женщин на Кавказе. Та же, скажем, порту Патима, это в Дагестане, которая возглавила тоже освободительное движение в войне. И действительно, вот об этом мы мало знаем. Я думаю, что поведать нашим зрителям об этом тоже следует. И в нашей следующей встрече, я думаю, мы расскажем тоже что-то интересное, правда? Ну, а все-таки надо сказать, что эти события происходили действительно дела давно минувших лет, когда царское самодержавие воевало здесь. И, собственно говоря, и те люди, которые со стороны царской России здесь не могли, многие не могли этого терпеть и смотреть на это. И тому примером тоже литература. Певец вот этой вот свободолюбивой борьбы черкесов за свободу является русский поэт, великий русский поэт Лермонтов. Об этом писал Пушкин, об этом писал Лев Толстой. Этому посвятили многие страницы своих записок декабристы, которые оказались на Кавказе для того, чтобы здесь легче могли найти свою смерть. Кавказ – это вот для передовой русской мысли, передовой русской культуры 19 века, 18 даже и 19 века, был источником вот этого свободолюбия и примером этого свободолюбия. Это вот так же, как Байрон поехал в Грецию воевать за их свободу. Точно так же они здесь видели себя в роли... Ну, может быть, они были на стороне другой армии, но они были объективны. Они смогли вот эти детали этих событий подчеркнуть и донести до нас, до сегодняшнего дня. Их роль оказалась значительной, более значительной, чем роль простых бытописаний, простых описаний событий. Не зря же лучших тогда в качестве наказания отправляли на Кавказ. То есть, возможно, он оттуда не вернется. Того же Лермонтова. Да, для этого и Пушкина сослали сюда. И, в общем-то, свобода мыслия тогда не приветствовалась. Это был режим жесткий, царский. Ну и, собственно говоря, я думаю, что уроки истории надо помнить, не наступать повторно на грабли, как это иногда происходит. И, собственно, всегда лучше жить в мире, чем в войне. Абсолютно. По поводу жить в мире можно тоже привести примеры того, как женщины оказывали, являлись регуляторами мирных взаимоотношений или укрепления мирных взаимоотношений. Ну, по поводу установления этих мирных отношений, можно сказать, что любой спор и любая драка, любая ругань должна была прекратиться просто в присутствии женщин. А если запал зашел далеко, то стоило ей обнажить голову, снять с нее платок. Не обязательно его бросать там в толпу, а снять просто этот платок, и мужчины должны остановиться. Не знаю, приводить ли примеры конкретные, потому что... Ну, а почему бы и нет? Ну, собственно говоря, сейчас мы это видим вот в танце, например, танец с саблями, и там у нас в Кавказске женщина кидает платок, и они как бы уже заканчивают свой конфликт. Ну, так же, наверное, происходило и на самом деле. Ну, я думаю, какие-то детали... На самом деле происходило все интереснее, потому что вот так вот какая-то девочка вбежать в круг и кинуть туда носовой платочек, это, ну, наверное, не произвело бы того впечатления. Иное дело, если вот женщина взрослая, имеющая детей, имеющая авторитет в том селе, где она живет, она подходит к этому вот кругу мужчин и, обнажая свою голову, напоминает им об ответственности их за жизнь других, и за жизнь в том числе женщин. И я располагаю вот таким конкретным случаем, я его часто привожу, каюсь, но он настолько живописный, этот случай, что я не могу о нем не сказать. Рассказывала мне о нем конкретно дочь той женщины, женщина, о которой пойдет речь. Ее звали Таухан Блиева, а ее маму, которая вот участвовала в этих событиях, звали Заза Блиева. Ну, она замужем за Блиевым была. И вот дело происходит во время гражданской войны в селении Урух, то есть современное название селения Урух. В село после красных вошли белые, и начался белый террор. И вот приговоренных к казни ведут на площадь, должны привезти на площадь на завтра сельскую. И вот накануне этого в дом к Зазе Блиевой приходит брат одного из осужденных и просит ее, говорит, в твоем доме, дом богатый, и в твоем доме Заза, говорит, он останавливается, не к мужу ее обращается, вот что еще важно, а к ней, и говорит, что в твоем доме останавливались и красные, теперь остановились белые, ну, кадеты их называли, кадеты теперь остановились. Мой брат, в чем он виноват? Он боролся за счастье народа, пытался бороться, там еще особо и не успел он ничего. Заступись за него, скажи свое слово вот начальнику кадетов, командиру кадетов. И Заза ему пообещала. Но ни в этот вечер, ни на следующее утро она ему ничего не говорит. Она просто одевается в такой торжественной одежде, надевает на себя большой белый платок, выходит на эту площадь, на которую уже привезли приговоренных к казни, и просто встав на площади этой, она легким таким движением, этот платок спускает с волос. И он падает у нее с плеч, и все, казнь была остановлена. Потрясающая история, мне кажется, это, которую переступить через этот обычай не смогли даже жестко воюющие два противоположных лагеря. Примеров тому, как женщина умиротворяет целые аулы или там две воюющие стороны. Об этом много разных преданий существует. Опять же, вернемся к фольклору. Есть такое предание о том, как убыхи и абхазы очень долгое время воевали друг с другом. Это была, может быть, не война, а это была борьба за власть, за влияние. И настолько это тревожило обе стороны уже, что остановить не могли, потому что кровь несет, ведет за собой следующие обиды, следующую месть, последующую, и она не имеет конца. И тогда они решили, вот старшие с обеих сторон, они договорились, и на правый берег реки Псоу, там есть такое большое пространство пустое, они привезли по 500 человек из аулов убыхских и из аулов абхазских. Но что удивительно, что это были только женщины с младенцами, грудными младенцами, которыми они с завязанными глазами вынуждены были обменяться. И война сразу прекратилась, потому что твои дети на той стороне. Это понимают мужчины, но умиротворяют-то женщины. А есть и не только фольклорный материал, есть еще и вполне исторический материал, записанный еще в конце XIX века Амчека Шамгуев. Он рассказывал о том, как устанавливали братство между двумя общинами или между двумя этническими группами. Ну вот адыги делятся же на многие этнические группы. Они устанавливают братство для совместного ведения каких-то действий. Ну может быть военных, а может не обязательно военных, но там, где братство это есть, уже как бы постережется и враг против них идти. То есть они усилены, их войска, их ополчение усилено. И как это делается? Представители и одного, и другого рода собираются также на Большой Поляне, и один из самых почтенных мужчин с одной стороны выходит в центр, и почтенная женщина, самая старшая, с другой стороны. Первая начинает с самая старшая. И на глазах у всех она производит обряд усыновления. То есть дает ему прикоснуться к своей груди, губами к своей груди. То есть как бы имитируется обряд молочного усыновления. И мужчина этот говорит при всем народе, что отныне я твой сын. Потом этот обряд повторяется с женщиной с другой стороны и мужчиной с этой. И все происходит точно так же. Так делается несколько раз. И потом старшие выходят и говорят, вот вы при всех сейчас видели, совершился обряд нашего родства, установление родства, и отныне устанавливается братство между нашими двумя аулами или между нашими двумя сообществами. Прекрасный обряд, я считаю. Вот именно действительно роль женщины она велика, я считаю, на Кавказе. Хотя, в общем-то, по Хабзе эта женщина должна знать свое место все-таки. Да, это патриархальное общество. Как бы мы это не обсуждали и не хотели бы представить общество вполне патриархальное. Ну, это удивительные, конечно, факты, которые вы привели сегодня нам. И, собственно говоря, вот, на мой взгляд, для этого и надо изучать историю, чтобы знать какие-то детали. Единственное, ее нужно оценивать объективно, на мой взгляд, потому что некоторые историки ее лопатят, будем говорить, в свою сторону. Ну, бывает такое. Это называется субъективизм, который абсолютно недопустим в истории. Мы должны читать субъективные источники и видеть эти факты, да, видеть их, но уметь подойти к ним с точки зрения научной, с точки зрения научной, объективной точки зрения. Да, с учетом того времени, той ментальности, будем говорить так, или тех народов, которые жили в то время. Я думаю, что вот нам бы хотелось еще побеседовать в преддверии четырех шестидесятилетия вхождения Кабарды в Россию. И я думаю, что вы принесете нам интересные факты, интересный материал, Матин. А я хотел поблагодарить вас за интересную беседу. И нашим зрителям напомнить, что сегодня в нашей программе принимала участие доктор исторических наук, профессор Кабардино-Балкарского государственного университета Мадина Анатольевна Тикуева. Спасибо большое за приглашение. Кабардино-Балкарского государственного университета Мадина Анатольевна Тикуева Мадина Анатольевна Тикуева Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Петр Мацахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 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 запасных частей минеральных удобрений, что породило в свою очередь такое же резкое увеличение сложности управления всем этим потоком. Второе. Децентрализация ремонта и технического обслуживания по мелким мастерским колхозов и совхозов. На складах колхозов и совхозов в настоящее время хранятся недвижимых запасных частей на сумму свыше полтора миллиарда рублей, что равно двухгодичной норме ремастерских этих хозяйств. Автоматизированная система управления, которая нами создана в настоящее время, позволяет организовать эффективное взаимодействие службы технического обслуживания машино-тракторного парка и решать одновременно управление запасами запасных частей. В 1986 году в Институте кибернетики Академии наук Украины Петр Иванов успешно защитил докторскую диссертацию на тему структурно-алгоритмическое проектирование интегрированных ОСУ многоотраслевыми комплексами, получив степень доктора технических наук. В 1991 году Петр Иванов избран депутатом Верховного Совета КБР, где работал председателем Комитета по науке и образованию. В 2003 году указом президента Российской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Книги и научные труды, написанные им за последние 20-летия, задрагивают ключевые проблемы региона и России, предлагают решение актуальных проблем КБР, акцентируя внимание на сохранении культуры и традиций коренных народов Кабардино-Балкарии и Северо-Кавказского региона. Как хороший знаток народных традиций, обычаев и носитель национального менталитета, он мыслит о перспективе развития трансформации культуры народов, населяющих наш регион, озабочен их будущим и положением в мировой цивилизации. Петр Иванов – основатель и бессменный руководитель Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии наук, в который в настоящее время входят четыре научных учреждения и новые научные подразделения, которые объединяют 617 работников, в том числе 285 научных сотрудников, 56 докторов наук и 31 кандидата наук. Общее число докторантов, аспирантов и соискателей – более 130 человек. Детище Петра Иванова Академический институт информатики и проблем регионального управления в настоящее время возглавляет его талантливый ученик Залимхан Нагоев. Институт на протяжении всей своей деятельности выдает значимые научные результаты. Основные направления научной деятельности института теоретические и прикладные проблемы информатизации общества и разработки региональных автоматизированных систем управления разных уровней. Разработка информационных измерительных систем на основе микро- и нано-капиллярных структур. Теоретические и прикладные проблемы регионального управления и устойчивого регионального развития. Методы в математической основе моделирования сложных управляющих систем и процессов. Особую гордость у Петра Мацевича вызывают оснащенные современным оборудованием экспериментальные лаборатории института, где учеными создан новый класс аналитических приборов. Успешно ведется большая научная работа по внедрению робототехники для нужд безопасности и сельского хозяйства. Значимые научные работы в институте сделаны Петром Мацевичем, и их у него более десятка. Петр Иванов разработал концепцию информатизации общества региона и сформулировал основные принципы информационной поддержки реформ, проводимых в Кабардино-Балкарской республике, над реализацией которых в настоящее время работает возглавляемый им институт. В составе коллектива авторам Ивановым издана книга «Концепция государственной информационной политики». В ней сформулированы основные принципы информационной поддержки реформ, проводимых в регионе. Научные интересы Иванова не ограничиваются задачами информатики и кибернетики. Последние годы предметом его интереса являются также гуманитарные аспекты, проблемы устойчивого регионального развития. В 2011 году под научным руководством и при непосредственном участии Иванова разработана и представлена правительству Кабардино-Балкарской республики стратегия развития Кабардино-Балкарской республики до 2030 года. Вся деятельность Петра Мацевича Иванова способствует успешной реализации научными подразделениями Кабардино-Балкарского научного центра, государственных и академических программ, ориентирует ученых на внедрение новых методов исследований, проводит интеграционную и инновационную политику в республике, стремится консолидировать научное сообщество Кабардино-Балкарской республики и Северного Кавказа. Следует отметить присущую Иванову твердую уверенность в том, что фундаментальные научные открытия могут быть сделаны и региональными исследованиями. Главное – это вера в талантливую молодежь республики, тяготеющую к накоплению и усвоению обширного багажа научных знаний и надежда, что молодая научная поросль достойно продолжит научные традиции своих славных предшественников. Поэтому он всегда ратует за открытие аспирантуры и докторантур по новым научным дисциплинам в исследовательских институтах и вузах Кабардино-Балкарии. Петр Мацевич является главным редактором журнала «Известия» Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, в который входит в перечень изданий рекомендованный в акт для публикации работ на соискание степени кандидата и доктора наук по различным научным специальностям. Петр Мацевич – человек масштабный, талант его многогранен. Ему присущи обаяние, доброжелательность и неизменная корректность в общении с людьми. Он склонен к созиданию, проявляет аккуратность и целенаправленность, а также высокую организованность, принципиальность в решении значимых и важных вопросов. Он обладает большим тактом и всегда ровен в общении с сотрудниками и коллегами, а при необходимости проявляет и недюжинные дипломатические способности в решении некоторых щекотливых служебных вопросов. Его характеризует феноменальное фундаментальное мышление, которое с присущей ему прозорливостью позволяет прогнозировать дальнейшее развитие общества и моделировать перспективное государственное образование. Петр Иванов совершенствует механизмы справедливого распределения материальных благ в развитом обществе. В людях ценит порядочность, честность, надежность, искренность и другие общецивилизационные ценности. Отмечая организаторский талант и качество выдающегося ученого, нельзя не заметить его политическую прозорливость, широкий интернационализм. Беззаветное служение своему народу, родной Кабардино-Балкарии, российскому Отечеству, которые наиболее ярко проявились в тяжелые годы испытаний. 90-е годы прошлого столетия, когда едва не вспыхнула гражданская война. Огромный авторитет, которым обладает Иванов, не только в широких научных кругах нашей республики, но и в Российской Академии Наук, вполне заслужен. Об этом свидетельствует и то, насколько считается с его мнением президиуми Российской Академии Наук. Председатель Кабардино-Балкарского научного центра, Российской Академии Наук, доктор технических наук, профессор. Нашел общественное признание и как сложившийся политик регионального масштаба. В 2010 году Петр Мациевич Иванов вошел в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской республики. В настоящее время он возглавляет в ней комитет по науке, образованию и молодежной политике. Он награжден почетной грамотой Кабардино-Балкарской республики, почетной грамотой Российской Академии Наук. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Петр Мациевич Иванов является академиком Международной Академии Наук в Мюнхен, Нью-Йоркской Академии Наук, Российской Академии Естественных Наук, а также членом Ордена Сообщества Международного Содружества Кембридж-Англия и ряда других академий. В 1997 году Американский биографический институт присвоил ему звание «Человек года». Имя Петра Мациевича Иванова занесено в книгу «Пяти тысяч персон мира», изданной в Соединенных Штатах Америки. «Хотелось бы видеть свою республику, свой небольшой народ, счастливые народы, которые живут в нашей красивой республике, чтобы они были счастливы, а счастье, пусть это банально звучит, счастье как бы в своих руках у каждого человека. То есть по тому, как мы будем относиться к жизни, так и жизнь отнесется к нам». В 2013 году началась масштабная реформа Российской Академии Наук. Решением президента Российской Федерации Владимира Путина создано Федеральное агентство научных организаций России, которому переданы функции учредителя, вопросы управления имуществом и финансами академических институтов и центров, ранее входивших в состав трех академий наук, так называемой Большой Академии, Академии медицинских и сельскохозяйственных наук. Осознавая всю полноту ответственности за сохранение и развитие академической науки в родной республике, в непростое время реформ Петр Мацевич приложил все усилия к тому, чтобы Кабардино-Балкарский научный центр нашел свое лицо на современной карте фундаментальных исследований, которую молодые управленцы Федерального агентства научных организаций сегодня активно формируют вместе с руководством Российской Академии Наук. Длительная кропотливая работа увенчалась тем, что Кабардино-Балкарский научный центр в числе 35 организаций из более чем 3000 институтов Российской Академии Наук вошел в состав так называемого пилотного проекта Федерального агентства научных организаций России и в ноябре 2016 года существенно повысил свой статус. Решением правительства России Кабардино-Балкарский научный центр преобразован в федеральный научный центр. Принята пятилетняя программа развития, направленная на превращение Кабардино-Балкарского научного центра в один из ведущих российских центров производства и трансфера новых знаний в области опережающего развития на основе интеллектуальных интегрированных информационно-управляющих систем. В рамках реализации программы «Серьезный импульс развития» получили междисциплинарные исследования, инновационная инфраструктура, лабораторно-приборная база, материальное обеспечение, кадровый потенциал, международное сотрудничество. Многолетняя работа в направлении создания теоретических основ интеллектуальных информационно-управляющих систем привела к тому, что сегодня инновационные разработки ученых Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук в области информатики и робототехники систем автоматизации готовы к внедрению. Вопросы координации, взаимодействия власти, науки, образования, бизнеса и производства, создания региональной инновационной системы, позволяющей активно продвигать разработки ученых Кабардино-Балкарской республики. Создать предпосылки ускоренного развития информационного общества в нашей республике является предметом активной работы Петра Масовича Иванова в Общественном совете по научно-технологическому развитию республики при правительстве Кабардино-Балкарской республики, председателем которого он является со дня основания. В 2016 году указом главы Кабардино-Балкарской республики Юрия Александровича Кокова за личный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность Петр Масович Иванов был удостоен высшей награды Кабардино-Балкарской республики орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой. 15 мая Петру Масовичу Иванову исполнилось 75 лет и мы от души поздравляем его с этим замечательным юбилеем. Желаем ему доброго здоровья, долгих лет жизни и новых творческих свершений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Наш эфир завершен, а завтра, в воскресенье, мы покажем гню памяти адыгов интервью с президентом Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сахроковым. Продолжит программу телевизионный фильм режиссера Владимира Ворокова Ирины Мартиросовой «Королевская гвардия». И завершит эфир фильм «Встреча с Родиной» о визите генерала Басама Ворокова в Кабардино-Балкарию. Берегите себя. Всего вам доброго.